Этого события ждали около 60 тысяч жителей автозаводского района Тольятти. В новой поликлинике доктора смогут принимать до 1000 пациентов в день. Прием будут вести как врачи общей практики, так и узкие специалисты. Для меня она очень нужна, потому что ноги больные, мне ходить туда в следующий квартал тяжело. Старт строительству дан символической закладкой памятной капсулы. Уже на следующей неделе строители приступят к работам, благоустроят и территорию рядом с новой поликлиникой. Чтобы была хорошая здесь поликлиника, которая полностью удовлетворяла все потребности людей в медицинских услугах. Будет современное оборудование, будут площади соответствующие. Завершить строительство планируется к концу следующего года. Поликлиника – еще один подарок жителям Тольятти к юбилею автоваза. И далеко не единственный. Праздник в честь юбилея автогиганта растянулся на два дня. На торжественном собрании награды ветеранам и сотрудникам предприятия вручает губернатор. Вазовские машины по-прежнему самые популярные в стране. Каждый пятый автомобиль, который покупают в России, сошел с конвейера ВАЗа. На автовазе последние годы очень много сделано. Последние 5-6 лет очень многое сделано для того, чтобы автоваз был конкурентоспособным. Автоваз сегодня способен практически выпускать миллион автомобилей в год. Надо поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. Надо поддерживать наш автопром Тольятти, нашу отечественную машину. Мы должны работать как единая команда, как единая семья. И как нельзя отделить завод от Тольятти, так и город от завода. Мы, сплотившись, все должны работать над тем, чтобы вернуть былые позиции нашей компании и бренду «Лада». С праздником Тольяттинцев поздравил народный артист России Олег Газманов. А композицию из фильма «Весна на Заречной улице» заводчане пели всем залом вместе с губернатором. Торжества в честь юбилея завода продлятся до 2020 года, когда отметят 50-летие выпуска первого автомобиля. За это время город должен преобразиться. Появятся новые дороги, социальные объекты, набережное, благоустройство. На это направят около 50 миллиардов рублей. Программу поддержал президент страны. Марина Кравцова, События.